Слово Слово Появились растения, звери и птицы, и мы Значит, люди! Да, люди! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня нас ждёт встреча с правдивой сказкой Именно так назвал её автор-протеерей Николай Агафонов Почему правдива, я думаю, вы сами поймёте Называется она «История одного колокола» Итак, слушайте На одной очень высокой колокольне Которая вместе с храмом стояла на живописном берегу реки Волги Жила-была дружная семья колоколов Папа, солидный сорокапудовый колокол Звали его Бум-бум Мама колокол, хотя и поменьше, но тоже весил немало Целых двадцать пять пудов Маму звали Бам-бам Старшего сына звали Бом-бом Он весил семь с половиной пудов Старшую дочь звали Бем-бем Она весила целых три пуда А её младшего брата звали Бим-бим И он весил один пуд То есть шестнадцать килограммов А были и совсем малыши По несколько килограммов веса Динь и делинь Надо заметить, что для праздничного звона и эти малыши не были лишними Да разве может кто-то в дружной семье быть лишним? Колокол папа трудился больше всех Начинал он всегда первым И долго его могучий бас разносился над волжскими просторами Бум-бум Затем как бы робко ему начинала вторить колокол мама Бам-бам Подхватывали звон старшие братья и сестры И сразу же начинали веселый перезвон малыши Которые просто заливались неудержимым звонким и веселым смехом Динь-делинь, динь-делинь Бум-бум Бам-бам Бум-бум Бим-бим Бим-бим И неумолкаемая Динь-делинь Динь-делинь Так было здорово и радостно И вся семья была счастлива Бим-бим был очень мечтательным ребенком По целым дням с высокой колокольни он наблюдал Как по Волге шли пассажирские пароходы и буксиры Которые тянули за собой огромные баржи На носу пароходов и буксиров висели сверкавшие начищенные медью колокола Что это за колокола? Это корабельные рынды, сынок Почти что наши родственники Как бы я хотел быть рындой Вздыхал грустно Бим-бим Тогда бы я плавал по разным странам И много бы всего навидался Быть церковным колоколом Очень почетно, говорила мама колокол Ведь мы зовем людей на молитву Значит, служим Богу А выше этого служения нет ничего на свете Мне уже наскучило это служение Бурчал Бим-бим Каждый раз одно и то же А на кораблях Люди танцуют, поют и веселятся Там жизнь интереснее, чем здесь На колокольне Как это одно и то же Возмущался отец Звон у нас все время разный Для каждого случая особый На большой праздник Малиновый перезвон Великим постом другой звон На свадьбу тоже особый звон Встречаем архиерея И тут своя премудрость А на похороны Там заупокойный перебор идет Звон Это наша молитва Богу Если ее исполнять С душою и сердцем То она никогда не наскучит Но Бим-бим слушал отца в полуха И продолжал мечтать о том Чтобы стать корабельную Рындаю Недалеко от храма был причал И Бим-бим сумел познакомиться С одним корабельным колоколом Рында хвастал, что спускается по Волге До самой Астрахани И бывал в Каспийском море А вверх по Волге он доходил даже до Твери Что ты там видел? С завистью спрашивал Бим-бим Чего я так не видал на своем веку? Хвастливо говорил Рында Всего и не перескажешь На самом же деле Он был еще очень молод И служил на пароходе первый год Но воображал себя заправским морским волком Как-то раз Проплывая мимо храма Рында прокричал Бим-биму Послушай, Бим! Ха-ха! В стране произошла революция! Наступила свобода! Храм закрывается И религия отменяется! Бим-бим очень обрадовался этому известию И даже закричал Ура! А теперь я смогу стать Рындой! Конечно! Ха-ха! Ты теперь можешь стать кем угодно! Да! Теперь каждый частный колокол Должен стать Рындой! Сын мой! Сказал колокол отец Мне больно слышать от тебя такие слова Какая свобода тебе еще нужна? Разве ты сейчас не свободен? Ну, какая же это свобода? Когда я не могу звонить в то время, когда сам захочу и как хочу Негодовал Бим-бим Это, сын мой, не свобода, а произвол Если все колокола будут звонить, когда захотят и как захотят Такой звон будет никому не нужен Это уже не молитва, а беснование безумцев Не слушай отца! Кричал Рында Он отсталый и невежественный колокол И ничего не понимает свободе Вскоре на церковь повесили замок И в колокола звонить перестали Вот тебе, сынок, и свобода, ворчал отец Виси себе на свободе, никому не нужный Бим-биму такая свобода тоже не понравилась Но все же он с затаенной надеждой ждал, что вскоре придут за ним И отнесут на корабль Прошло несколько лет И вдруг колокола услышали скрип ступенек на колокольне Они очень обрадовались, думая, что идут звонить Наконец-то вспомнили о Боге Вздохнула облегченно мама колокол Да и не могло быть по-другому Без Бога жить нельзя На колокольню поднялось сразу несколько человек Колокола увидели, что это не церковные люди Они не осеняли себя крестным знаменем Двое из них даже курили папиросы Чего никогда бы не позволили себе верующие Люди стали обмерять колокола Один сказал Эти самые большие колокола будем сбрасывать Прямо с колокольни Они же так разобьются Возразил второй Ну и пусть себе бьются Все равно их отправлять на переплавку Тут-то колокола и поняли Какая ужасная участь их ждет Люди соорудили деревянный настил Спустили на него колокол папу Папа колокол молча упирался Но его все равно постепенно продвигали К краю колокольни Когда колокол отец почувствовал Что ему больше не удержаться Он успел крикнуть Прощайте, мои родные Сейчас вы в последний раз Услышите мой звон Договорить он не успел И полетел вниз с колокольни Бум! Раздалось внизу От удара огромного колокола о землю И земля и колокольня Задрогнулись От этого могучего удара Прощайте, дети Сказала, заливая слезами колокол ману Вы знаете, как я вас всех любила Может быть, эти изверги Пощитят хотя бы вас, деток моих Через несколько мгновений Внизу раздалось глухое Бам! И все смолкло Дети беззвучно оплакивали своих родителей Готовясь Готовясь Разделить Их участь Неужели все колокола погибнут? Что же будет с бом-бомом Бем-бемом Бим-бимом И маленькими Динем и Дилинем Мы с вами узнаем об этом завтра Когда закончим читать Замечательную сказку Про Таирея Николая Агафонова Про семью колоколов До скорой встречи, мои хорошие Ангела вам всем Хранителя Продолжение следует... Продолжение следует... ...